День с толком Мы выбрали в КЗС на конкретных примерах, что не получается и почему. Еда, медикаменты, игрушки. В чем еще нуждаются питомцы приюта и как им можно помочь. Шинозавод официально приостановил работу нескольких подразделений и цехов. Во время простоя его сотрудникам должны выплачивать не меньше 2-3 средней зарплаты. На территории завода побывал прокурор Край Антон Герман. Он посмотрел площадки после пожара и провел с руководителями беседу о соблюдении трудовых прав специалистов. И этот вопрос будет на контроле, пообещал краевой прокурор. Сейчас на заводе выясняют причину крупного пожара, который начался ночью 9 декабря и бушевал почти сутки. Вот такая авария произошла. Площадь пожара составила больше тысячи квадратных метров. Судя по этим кадрам, от цеха и оборудования практически ничего не осталось. Срок простоя не озвучивают, но по некоторым источникам это может продлиться до полугода. Лидер алтайских афганцев Сергей Завалихин арестован на 60 дней, но обвинения ему не предъявили. Об этом сообщили представители Краевого союза ветеранов Афганистана во время экстренного заседания. В его рамках избрали исполняющего обязанности руководителя общества. По словам близких к общественнику людей, интерес правоохранителей связан не с деятельностью ветеранской организации, а с некими коммерческими вопросами. Они намерены добиваться для Завалихина смягчения меры пресечения. Его состояние здоровья достаточно тяжелое, он инвалид, а также принес стентирование сердца. Порталу толк в следкоме не уточнили причину задержания Сергея Завалихина. По словам правоохранителей, информация о возможном уголовном деле не подлежит разглашению. В Барнауле в ближайшее время появятся муниципальные автобусы, которые смогут разгрузить самые проблемные маршруты. Об этом заявили в ходе брифинга, посвященного проблемам общественного транспорта. Встреча представителей мэрии и СМИ прошла накануне по поручению губернатора. Что еще обсуждали на встрече, расскажет Ирина Корчагина. Вечер добраться до дома становится проблематично. Об этом, как никто знает, пассажира 47-65 маршрутов, единицы, десятки и не только. Ежедневно в Барнауле на линию выходит порядка 600 единиц транспорта. Так почему же приходится мерзнуть на остановках? В мэрии поясняют, главной причиной является недовыпуск машин на линию. А связано это с нехваткой квалифицированных кадров. То есть машина есть, возить некому. Отток водителей подтверждают и в ГИБДД. Сегодня количество выданных прав на категорию Д в разы меньше, чем еще два года назад. Недовыпуск составляет порядка 20% совокупности из общего выпуска транспортных средств на линию. Законодательство определено в целом, что на линию должен быть выход не менее 85% по ряду маршрутов. Что мы можем делать? Выписывать претензии в соответствии с контрактами, выписывать штрафы, ну и расторжение договоров. Так, по двум маршрутам, 29-му и 59-му, недавно были отправлены материалы в суд. Как раз за низкое исполнение. Возможно, уже в ближайшее время разгрузить проблемные маршруты получится с помощью муниципальных автобусов. Предполагается, что они будут работать на базе Горэлектротранса. Мы планируем в этом году закупить 18 автобусов, организовываем на базе ГЭТ это направление. Пока для себя принимаем решение подхватить те маршруты, которые проблемные, так, если коротко, да, неустойчивые. Звучал тут вопрос, 10 маршрут, пока он рассматривается. 16 автобусов на линию, 2 резервных. Также на брифинге прокомментировали ситуацию с серыми платежами за проезд. Жители Барнаула неоднократно жаловались на водителей маршруток, которые отказывают пассажирам в оплате через терминал. Вместо этого хитрые водители просят перевезти им деньги на карту. По тем конкурсам, где у нас были предусмотрены условия оплаты безналичной системы платежа, там перевозчик обязан соблюдать. Кто это контролирует? Как комитет, как заказчик, так и налоговый орган. Перевозчики не заинтересованы в том, чтобы у них вот эти деньги шли мимо кассы водителя. Разными способами стараются эту ситуацию искоренить. Штрафы, увольнения. Факты есть. Собираем, штрафуем. Эту работу будем продолжать. Обсудили на встрече и повышение тарифа. Напомним, с 1 января проезд в Барнауле будет стоить 30 рублей. При всем том, что условия, которые нам предоставляют сегодня пассажиры-перевозчики, они не соответствуют нашему желанию принимать. Качество, хамство, много чего. То, что мы с вами знаем и то, что происходит. Но ведь везде тариф поднимается, есть везде инфляция, есть тарифы, где гораздо выше, и города, в общем, такие, можно сказать, похожие на нас. По словам главы города, повышение тарифа придаст некую устойчивость. Что касается ремонта моста на новом рынке, на брифинге отметили, что избежать транспортного коллапса помогли различные меры. Например, выделенные полосы. Мы видим, что выделенная полоса, она дала тот эффект, от которого мы ее ждали. То есть, ну, если вы вечером в час пик поедете на личном автомобиле, либо на автобусе, однозначно на автобусе вы доберетесь намного быстрее. Пока же говорить о том, что барнаульцы массово пересаживаются на автобусы, не приходится. Но не исключено, что появление в городе выделенных полос, которые останутся и после ремонта моста, сделают поездку на общественном транспорте более привлекательной, если человек будет готов пожертвовать определенным комфортом ради экономии времени. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. День с толком. В среднем за сутки 700-800 нарушений выявляется. Это привыкли? Ну, в основном стараются-то не нарушать. Выезжают, бывает, какое-то длительное расстояние проехав, думают, не зафиксирует камера. Ну, в итоге попадают. Инспекторы отмечают, что с мая нарушителей стало меньше, но они все еще есть. Особенно сейчас, когда движение затруднено из-за снегопадов и заметенных полос. Добавим, что если оплатить штраф в течение 20 дней, то его сумма сократится наполовину. Несколько мусороперерабатывающих заводов могут появиться в Алтайском крае в ближайшие 2-3 года. По крайней мере, желание их построить изъявили 4 компании из других регионов. Соглашение на создание новых комплексов сейчас находится на рассмотрении в Министерстве природы региона, сообщил глава ведомства Андрей Стрелковский на заседании Совета по взаимодействию КЗС с местными представительными органами. О последних новостях в сфере реализации мусорной реформы в крае расскажем далее. Обращения с отходами, их сортировка и переработка. Эти вопросы в регионе в последнее время звучат регулярно. Оно и понятно. К 30-му году субъект обязан выстроить работающую систему утилизации мусора. Но пока она идет с пробуксовкой. Услуги рекоператоров до сих пор представлены неравномерно. Да и за вывоз мусора жители многих сел по-прежнему платить не хотят. Плюс не везде представлена даже минимальная инфраструктура. Так, если на закупку мусорных баков Край еще смог выделить средства – 260 миллионов рублей за 3 года, то к созданию площадок под контейнеры призывают исключительно муниципалитеты. В крайнем случае контейнера можно ставить на землю и при этом услуга будет оказываться. Но с вас эти полномочия тоже, коллеги, никто не снимает. Не надо постоянно смотреть в рот краевому бюджету. Нам необходимо сегодня 536 организовать контейнерных площадок и 943 контейнера. На это нужно, соответственно, 28 миллионов и 14 миллионов рублей. Всего 42 миллиона рублей. При бюджете в 410 миллионов рублей нашего – это 10 процентов. Мы, конечно, сами не справимся с этой задачей. Остаются вопросы и к мусорным рекоператорам. Жители Хабарского района, к примеру, жалуются на компанию за то, что та не устраняет свалки, а множит их на полях. В итоге в трех зонах, включая Славгородскую, решено сменить рекоператора. Мы готовы раскладывать вопрос по лишению этого регионального оператора статуса. К 2030 году в крае должны ликвидировать больше тысячи свалок и половину годового оборота мусора пустить в переработку. Построить бизнес на отходах нашлось немало желающих. Сейчас на рассмотрении в Министерстве природы находятся документы на создание четырех мусороперерабатывающих комплексов. Все инвесторы не местные, но в общей сложности они готовы вложить свыше 11 миллиардов рублей. Из общего годового объема ТКО на территории Алтайского края в 523,5 тысячи тонн необходимо приступить к захоронению и утилизации 260 до 1,5 тысячи тонн. С этой целью на территории Алтайского края до 2030 года необходимо построить объекты обращения с заходами общей мощностью 550 тысяч тонн. Всего в планах построить пять мусорных комплексов. Где они разместятся, пока конкретики нет. Известно лишь, что одна из компаний пожелала построить объект в селе Санниково Первомайского района. Напомним, ранее жители этого района встали стеной против современного экотехнопарка от другого инвестора. И проект в итоге заморозили. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. До Нового года осталось пара недель, но для кого-то веселье уже начинается. Именно в это время, предпраздничные дни, медики фиксируют рост обращений с отравлениями. Поток пациентов увеличивается в 2-3 раза. Как помочь себе или своим родным, если привычка уже пагубна, пыталась разобраться Юлия Щепина. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. И не только. Ирония судьбы. Фильм, который традиционно показывают под Новый год, где главные герои то и дело выпивают. Вы когда-нибудь видели, что вот пришел Новый год, а люди трезвые? Ну, человек так 100-150, компания. И никто не выпивает. Нет. И навряд ли есть такие, потому что человек с рождения видит, что пришел Новый год, пить надо. Пить надо по-любому. Хочешь, не хочешь, умеешь, не умеешь. Скачок идет, ну, в разы. В разные годы по-разному. Ну, в 2-3 раза однозначно идет обращение, допустим, в специализированные медицинские центры. Несколько недель до Нового года и специалисты краевого наркодиспансера готовятся принимать все больше пациентов. Скажем так, сезонное обострение, особенно если привычка уже пагубная. По данным Краевого Минздрава, в зоне алкогольной опасности люди в возрасте от 20 до 60 лет. Причем большая часть злоупотребляющих старше 40 лет. Женщин, которые прикладываются к алкоголю, 20%. Но с каждым годом их число растет. Первый год это было по праздникам, там в компанию, там какие-то моменты приятные. Второй год, значит, я уже позволяла себе однозначно похмелиться с утра, прийти на работу, значит, в обед обязательно. Вот, а третий год я уже и вечером, и утром, и в обед, и, как вроде бы, никто не видит, для смелости, для чего-то еще. То есть причины все находила. Ирина не пьет 8 лет, но общество анонимных алкоголиков посещает каждую неделю. Это ее вторая семья, где каждому дают силы не вернуться к привычке. А кто-то ищет поддержку в зоне комфорта. На популярном сайте объявлений можно найти собутыльника на час. Таких вариантов больше 50. И часто эти люди вовсе не пьют за компанию. Они нужны по другой причине. Такое, вообще, очень редко бывает, что именно люди хотят. Если здесь, там, они часто по-другому пообщались. Обязательно человек, то есть там у него командировка. А я, вроде, однозначно всего этого, все. Поэтому боятся, что их кто-то там увидит, слышит. Поэтому всем, кто замечает за собой или своими родными пристрастие к алкоголю, специалисты советуют обратиться к психологам. Причина кроется в том, что человек не знает предмета своей борьбы. Как только мы это изучаем, предмет изучаем, мы перестаем бороться. Мы начинаем приобретать новые качества и новые навыки, которые приводят к тому, что борьба не нужна. А с кем бороться? С собой? Это бессмысленно. Это бессмысленно. С собой нужно познакомиться, с собой нужно подружиться, с собой нужно научиться взаимодействовать. Человек себе не враг. По данным краевого наркодиспансера, сейчас в Алтайском крае больше 23 тысяч человек – хронические алкоголики. Около 4 тысяч из них – жители краевой столицы. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Питомцам Барнольского приюта «Бусинка» нужна помощь. Сейчас нам больше 600 кошек и собак. Средств волонтеров на такую ораву хвостатых не хватает. В «Бусинке» просят горожан помочь собрать самое необходимое – корм, наполнители, медикаменты, игрушки. Сделать это можно в парке «Изумрудный». Там установили специальный короб. Любой желающий может опустить туда так нужные хвостатым вещи. Все это происходит в рамках всероссийского проекта помощи приюта для бездомных животных «За живое». Только вот первые установили мы, и только вот прям за три дня у нас короб был уже полный. То есть произошла сразу выемка, и сейчас у нас вот заново он наполняется довольно быстрыми темпами. Из-за того, что пожертвованные медикаменты могут испортиться, выемку производят довольно часто. Завершат акцию 24 декабря в час дня. Тогда можно будет принести и крупногабаритную помощь, которую поместят в специальный грузовик. Девушку, которая спасла жизнь ребенку на пешеходном переходе, сегодня наградили сотрудники ГИБДД. Они приехали в техникум, где учится Яна Татьева, и лично вручили ей подарки. За мгновенную реакцию и активную гражданскую позицию полицейские вручили Яне билеты на баскетбольные и хоккейные матчи и сертификат на занятия в спорткомплексе «Первый». Девушка не скрывает, такое внимание ей приятно, но скромность берет свое. Приятно, правда, немного это. Не по себе. Стесняешься? Да. Почему? Не знаю, просто я не люблю много внимания. Я бы не сказала, что я вот всегда так смотрю по сторонам. То есть, не знаю, просто вот именно вот в этот момент почему-то вот мне надо было, вот что-то у меня в голове щелкнуло. Я еще на учебу опаздывала, я вышла вообще не в свое время. То есть, мне кажется, это просто судьба, что так получилось. Напомним, утром 8 декабря на пешеходном переходе на улице Аванесова Яна вовремя схватила мальчика за куртку, иначе бы ребенок попал под колеса маршрутки. С такой реакцией окружающим можно спать спокойно. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok